Всем привет, с вами снова Райз. И у нас на стриме два, скажем так, среднего уровня бойца. Фолка и Старплатинум. Старплатинум играет за Цвая, не популярный, в общем-то, персонаж. И Фолка играет за Астарота. Собственно, активно очень идет игра. Старплатинум делает обманочки. И это приносит ему с Волком победу в первом раунде на желтых ХП. Фолка начинает с самого далекого удара Астарота, который... И, да, невидимая подсечка. Почему-то я бы назвал ее подсечкой Соло. Он очень любит так делать, выкидывать соперника. Почему-то ее мало кто блочит на реакцию. Хотя она достаточно долго. Пригинается был Рашем под броском Волком. Ох, как он это поймал, непонятно. Но, тем не менее, поймал. И снова какой-то непонятный полет. Наказание. И Старплатинум не пошел. Попытался что-то там миксануть, пойти в атаку. Но Фолка перебил каким-то, в общем, достаточно нечасто используемым за Астарота. Это слишком далеко. Старплатинум нервничает. Он не привык играть с персонажами, у которых радиуса таки больше, чем у отзвая. Так, поймал. Отлично. В БЕ продолжение. Это полный максимальный дэмэдж, который можно было здесь извлечь. И очередной засбамливание. Я даже сказал. Фолка очень плохо их знает. И с БЕ-шной версией волка забирает, уверенно, второй раунд. Что ж, 2-2. Посмотрим, как Фолка реализует два бара в манке. Давит интеллект. Заряженный интеллект. И наказание. Слабенькое, но это лучше, чем ничего. Путин. Все, в блок. Молодец. От, в контр-хит 6А прошло. Это комба. Это огромный дэмэдж. И Фолка работает над броней. Пытается ее добить. Старплатинум не прост. Так. Опять обманочку ловит эту Фолка. И бросок. Старплатинум плохо. Достаточно рвет бросок. Это стена. Фолка ничем не продолжает. Даже пока. И ловит антистепом. Завершая Эразис. Карта всех устраивает. Поэтому мы будем продолжать. Так. Уверенно Старплатинум начинает. Хорошо. Так. Фолка встречается с командным броском. Это. Ох, 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 ох. Куда полез Старплатинум. И это, наверное... Нет. Не хватает. Достаточно хп. Опять Фолка пытается войкнуть броска. И Старплатинум тут-то уж как раз таки сориентировался. Хорошо наказал. Подбегает Фолка. Непонятно, зачем подбегает. Оба персонажа, в общем-то, лонгренч. Как я уже говорил неоднократно. В принципе... Ох, опять ловит. Это мастерская техника. Поймать. Он выпрыгивает из угла. Слай. Поймать на шестяк в контр-хит. Ну... Так. И... Свой говорит, а я тоже умею бросать. У меня тут же есть броски. Они тоже выводят на дымах. Но тут... В общем, наверное, можно сказать, немножко мэш. Слишком долго стоял на месте. Заряжал волка Старплатинум. Фолка этим воспользовался. О, бросок смиг понизу. И Старплатинум как раз присел. И, наказывается, он откатился от плейка. Самого такого, запакостного. Но очень легко... Ах, и опять поездная версия 4Б. Проходит. Давит. Так, выкидывание. Выкидывание. Нет, не вы. Это не тот удар. Наказание. Нет наказания. Есть заряженный интеллект. Бросок понизу попытался поднять. И опять почему-то отходит Старплатинум. У Фолка уже много раз на 4-4 А ловит. На этом отхождении. Не привыкает Старплатинум. Не адаптируется. Есть у него метр. С метром свай очень силен. Но отхватывает 2-2 БВЕ. И бросочек на вейке. И это конец. И это 2-0 в пользу Фолка. Соберись, тряпка. Больше бросков. Так, хорошо поймал за вив-паниш. Вот, как непонятно, не совсем понятно, как это прошло. Но все, все скушал Фолко. Все меды. Собственно, все 3. Это достаточно было для злая, чтобы... И... Да, он-то какие-то проходят. Ой. Пытается Фолко почему-то степить удары, когда... Звай спамить на 5-2 степы. Это удальная пасечка, но... Старплатинум не умеет ее джазгардить. Или не пытается. Сейчас не рискует. Возможно, играется и Фолко. Это не комбо. Фолко 2-2 БВЕ не заряжено. Опять он ловит хай удар, под которым надо приедем. Звай спамить на 6-6 А плюс Б. А5. Работает над броней Старплатинум. Ну, надо ему, конечно, перевести броню. Желательно в следующий радиус. В следующий раунд. Не дотягивается 4 БВЕ. Так, все. Нет, ну что ж такое. Зачем-то Старплатинум... Фолко наконец-таки не сожрал элементарную комбо от Звай. Но почему-то Старплатинум попытался там полезть. Хотя лезть там не надо, понятное дело. После своих минусов. Теперь у него разбирает броню. Огненное добивание. Это, по-моему, 90 демиджа огромный. Демак. Фолко пытается со спины насадить на древко своего топора. И опять почему-то отпускает блок или пытается влезть. О, перепрыгивает заряженную бодайку Старплатинум. Молодец. Теперь Астарот горит. Старплатинум, конечно, лучше сейчас разбить броню и забрать этот раунд. Или вообще просто, может быть, получится. Ну-ка, сбросочка. Нет. Нет. Ну, нет. Подрубить деревца. Знаменитый удар Астарота. И матч-поинт за Фолко. Очень близок он к победе. Он очень ее жаждет. Видно, старается. Пытается обыграть Старплатинума. Старплатинум в последний момент не степит такой легкий удар. Бог ты мой. Ну, покажи нам что-нибудь. Выкини его. Не можно выкинуть. Сдвинулся чуть-чуть Фолко. Это спасло его Трингаутом. Разбитие. Вот оно, разбитие брони. Это был комбо. Но это, конечно, было очень дорого для Старплатина. Разбитие брони на желтых ХП. Да. Какой счет? Хорошо. Хипцо тем временем побеждает у Змаэля. И продвигается по сетке. Выходит на Эджа. Я думаю, что этот бой мы покажем на стриме. Тем временем Цвай рандоме ЦЕ. Попадает, понятное дело, рандом ЦЕ за Цвая. Это не Пира. И прогинается. Хайкрашит просто. Полка. Ну все. Ох, какое выпрыгивание. Ну давай Старплатину. Может быть у тебя еще что-нибудь выйдет. Нет. К сожалению, нет. Жмут бойцы друг другу.